здравствуйте дорогие мои зрители вот я пришла как всегда на via рома немножко солнышко через через вот такая вот сегодня но это зеркало показывает очень это зеркало показывает очень-очень толстым привет всем а сейчас я вам покажу отсюда так здесь лучше показывает но темно та-да-да вот так можно и с такими плессированными длинными длинными юбками носить вот посмотрите какая пара я их сняла до этого сняла их до этого на 5 садуома бабушка с дедушкой вот поэтому я вот взяла с собой привет девчонки юбочка знаете нашла юбку пинка плессированную в в армадзио в этом как его шкафу даже забыла про эту юбку но почему-то вспомнила сегодня смотрите какой осени яркое синее небо наконец-то наконец-то солнышко вышло так народу маловато есть народ но маловато сегодня воскресенье да по моему я даже не помню какой день сегодня или суббота против солнца против солнца не будет ну как вот показать смотрите все весь вся вся одежда в тонах в одном и том же тоне такое немножко типа сиреневый постельный потом сверху чиприя пудра кашемер я надела два кашемера чтоб холодно не было юбку длинную до 5 и вот такой вот анфибия девчонки всех салютую пойду я сторону куда пойду вот он мой стабилизатор я хочу сейчас его все-таки попробовать а я же могу здесь знаете что я могу я же могу здесь в этом в этом бутике выпить кофе да да классно выпью кофе так выпью кофе я сейчас не в эту сторону против солнца ничего не видно против солнца ничего не видно только в эту сторону собачка красивая полицейские кружат ой такой этот кондиционер здесь мама смотрите такой ветер дует я в шоке подожду пока он сделает пока он сделает мороженое другой женщине девушки потом я сделаю стабилизатор пока жду хочу рассказать о чем я подумала вчера после всех этих того после того что меня предупредили что на меня открыли еще другой канал с моим именем фамилией с моими видео и фото и за всем этим стоит я на скворцова который сфабриковала этот канал который сфабриковал этот канал и так как она она вот и все время меня травит но из-под тишка вот видите даже чтобы травить меня дальше в виртуальном русскоязычном мире она взяла мою фамилию моё имя чуть-чуть изменила буквы и там вовсю монтирует мои видео мои фото чего-то там выискивает вынюхивает во всех в каждом почти видео вот вот сколько надо времени сидеть вот что-то выискивать я начала снимать случайно ой едут карабинеры зайдут я начала снимать случайно с с 8 с 8 марта из-за коронавируса я даже не знала что она будет со мною со мной так бороться окне красиво непорядочно потому что она как бы тоже была какой-то такой блогером-приятельницей который все время видела меня они проезжают полиция лукали все время она меня встречала в центре последние два года и снимала меня как модель меня мою внучку и боже мой я здесь заболею в района кафе макеата кальдо че так и куачи ария кондиционата тременда и я вообще не ожидала вот такую какую-то одержимую маниакальную маниакальную ненависть против меня как будто я у нее что-то украла или переспала с ее мужем или не знаю я вообще в жизни от такой девушки как я на белый пушистый с ангельской личиком с глазками и ресницами которыми она невинно смотрит на тебя и хлопает этими ресницами никогда в жизни не ожидала что у нее может быть такая ненависть ненависть одержимая ненависть может быть такая какая-то маниакальной и знаете вот я была в шоке потому что я же не знала что она вот такую вот войну против меня начала исследование анализ скрупулезный как всех моих видик вот точно какая-то психопатка маньячка вы помните все время были фильмы раньше восьмидесятых девяностых годах фильмы про психопаток маньяк маньячек американских фильмах ужасов которые тоже вот так вот или подружка какая-нибудь втиралась семью или вот так вот какая-нибудь любовница или жена там брошенная они начинали мстить и потихоньку начинали из-под тяжка мстить начинали например собаки по-моему всегда собаки начинали ядом травили собаку собака сперва погибала потом погибал какой-нибудь друг или подруга потом погибал какой-то еще родственник из этой семьи который она решила мстить одержима маньякально потом в конце концов все погибали оставался только один человек который самый главный которому она хотела мстить это персонаж вот кстати у вероники степановой у психотерапевта психоаналитика психолога который сейчас живет мексике и каждый раз она анализирует вот эти фильмы про психопатов про психотипы вот короче вот чем-то похожие на это я начинаю уже вот я вчера лежала смотрела смотрела вот это все которые мне прислали скриншоты то что она хотела знать на самом деле я нахожусь по 2 что я должна находиться в падаве после картина диампец это вообще она как стукач себя ведет в тридцатых годах которые там писали доносы на лубянку против соседей и друзей или вот это вот все короче там пишет она уже не не убрала не удалила это видео там надеюсь она не удалила это видео там и все такое и сидит и сидит и и выискивает и выискивает что-то там вынюхивает но вот я вам говорю девчонки она все время попадает пальцем в него во первых все что она там рассказывать про мужчин которые вокруг меня это все неправда это никакие не клиенты не то не другое поэтому грязные сплетни ее это вообще это так непорядочно некрасиво это и потом вот я такая начала задумываться если она какая-то такая маникальная психопатка который с утра до вечера за мной следить через виртуальный мир через мои видео анализирует каждое она же может узнать даже где я живу и что-то мне подставить какой-нибудь под монастырь подвести например в фильмах первыми убивают собаку маньячка убивает собаку травит вторым там машину моторы что-то там делать чтобы чтобы человек который которому она мстит попала в аварию или попала в аварию что-то там делает или или с тормозом или с рулем машины и все такое а потом еще и по домам там что-нибудь делает вот обычно такие маньячки бывали или нянечка в доме который влюблена в мужа своей хозяйки или подруга там дочки или любовница или наоборот жена который хочет мстить любовницы или например которые какая-нибудь там через много лет проезжает крадет карту идентина документы у своей подруги там в детском доме и прикидывается ею что это она в общем вот эти вот все фильмы они же на жизненных реалиях построены сделаны поэтому вот то что она еще хвалила что она будет теперь таким классным крутым режиссером что учится монтировать вот эти вот все видео вот я посмотрела два-три видео да она монтаж делает и видно что это профессионально она начала делать уже как называется за это ей плауза но не надо из моих видео это делать не надо из моих фото это делает она же крадет мои видео мои фото на мне на моем имени и фамилии